Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим стример, который, как я их называю, пуховка. Очень хорошо работает по окуню, щуке, судаку, ну и практически иногда попадается сазан. Поэтому я сейчас вам покажу вариант, который я буду изготавливать для двуручника, но в основном это я изготавливаю сейчас для спиннинга. Крючок я взял вот такой. Если вы хотите использовать в несколько меньших вариантах, он точно так же работает практически по любой белой рыбе. Огрузил латунной вот такой вот бусинкой 6-миллиметровой и дополнительно еще намотал свинец. Теперь я промазываю перед свинцом клеем и задвигаю свой свинец в углубление, которое имеется в шарике. Промажем еще немножечко за цевьем и по свинцу, чтобы наш клей хорошо пропитался. Сильно подравнивать нет никакой необходимости, потому что тот материал, который мы будем использовать дальше, он скроет полностью наш свинец. Берем теперь нитку. Нить я беру где-то порядка 4-0, 6-0, но ровница белая. Закрепили, проматываем, как обычно. Доходим до начала загиба и здесь с вами останавливаемся. Нам теперь с нами понадобится материал, из которого мы будем изготавливать хвостик. Если у вас имеется, допустим, вот такой достаточной длины, как мы обычно изготавливаем, остаются вот такие пуховые части перьев, можно так же вот сложить и изготовить хвостик, не заморачиваясь. Но учитывая то, что я делаю для определенной рыбалки, поэтому я возьму щепотку меха-писца. Желательно подобрать так, чтобы длина бородок была соизмерима с размерами нашего крючка. Рассчитана для быстрой проводки, поэтому я хвостик делаю достаточно длинным, равный почти длине нашего цевья. Щепотку я беру небольшую, так как хвостик у нас выступает в качестве раздражителя, и в то же время, чтобы наш стример не кувыркался при быстрых проводках, не закручивался. Будет как стабилизатор. Подровняли мех, убрали лишний, который короткий, вот такой подшерсток, не выбрасываем, потому что это для нас в дальнейшем будет дабин. И должна выйти вот такая кисточка. Еще раз проверимся по длине. И, как вы видите, подровняем кончики для лучшего крепления. И, как вы видите, длины нам вполне этой достаточно. Теперь, как я обычно креплю материал слегка, так как песец сам по себе достаточно скользкий материал, я нанесу немножко клея. И посмотрите, я беру и просто вот так одеваю на крючок, так, чтобы подхватывало почти со всех сторон мой мех. И теперь аккуратненько не дохожу. Вот буквально до начала загиба этого вполне достаточно. Подхватим окончательно наш материал, чтобы не было скомканности. Этого вполне достаточно. Если есть белый мех, вот как я вам уже неоднократно показывал в фильме о мехе, используйте мех кролика. Мех можно спокойно использовать других животных, который достаточно подвижен. Теперь нам с вами понадобится добавить в хвостик вот такой плоский люрекс, который продается в наборах. Это достаточно мягкий, но и в то же время хорошо отражает свет. Голографический. Уложить необходимо так, чтобы щепоточка была сверху, щепотка снизу, и на обратном подломе нашего люрекса мы с вами должны закрепить еще по двум другим сторонам. То есть лишним он, скажу сразу, здесь не будет, так как определенного нашего хищника мы не напугаем блестящими элементами. Аккуратненько теперь поддерживаем материал, чтобы он нам не мешал, и окончательно закрепим. Подровняем сразу края. Если у вас выходит несколько длиннее, чем сам хвостик, это не страшно. Хищник наш потом все выровняет. Оставляем в таком положении. Теперь, что нам понадобится. Я, учитывая то, что, как вам сказал в начале фильма, взял буквально нить 4.0-6.0, это достаточно крепкая нитка для того, чтобы изготавливать методом расщепления петли. Нам теперь понадобится из вот таких остатков, которые у нас имеются, пуховых перьев, сделать небольшую наборку. Но скажу сразу, работа немножко неблагодарная, поэтому мы будем с вами, я покажу, а потом в дальнейшем вы поймете и будете изготавливать уже сами. Это не проблематично. Такого типа я изготавливал. Расщепим нашу нить. Для того, чтобы более качественно ложилось наше перо в стримере, я обычно беру вот так для начала подравниваю и не отрываю, а отрезаю достаточно острыми ножницами до той части, которая мне необходима. И вставляем теперь в нашу даббинговую нить. Скажу сразу, то количество, которое вы, допустим, запланировали, оно может сразу не получиться. Я вам покажу, то есть вначале, а вы уже потом дальше сами поймете. Вставили, теперь начинаем прокручивать. В любую сторону, в ту, которая для вас будет больше всего приемлемая. у нас образуется вот такая хорошая даббинговая нитка. и теперь отодвигаем все бородки в сторону загиба, начинаем формировать наше тело. Как я уже говорил, работа длинная, но стример очень-очень хорошо себя ведет в воде. теперь давайте я изготовлю до серединки и потом мы немножко добавим блестящих элементов. Мы дошли с вами до середины и здесь, как вы видите, я опять добавил буквально парочку полосочек блестящего люрекса. Ну, а теперь остается нам до нашего шарика выполнить пуховую часть. Но я могу вам предложить еще несколько таких вариантов. Если у кого нет приспособления, допустим, таких как Magic 2, то вот обыкновенная такая прищепка или прищепка для денег. Я обычно использую вот для зажима пера любого и обыкновенную вот такую прищепку. Поэтому, друзья мои, как вам будет удобно, хотите даббинговую петлю, хотите методом расщепления. Давайте закончим тело и дальше продолжим. Я, не доходя до шарика, добавил щепоточку красного меха, песца, чтобы обозначить как горлышко. Добавил также нашего еще блестящего люрекса и, как вы видите, закрепил сразу с пуховой частью перо желтого, зеленого, ну вот, шартрес, если будет, очень даже приветствуется. Вместе с пуховой частью. И начинаем с вами теперь уже никуда не торопясь, поправляем бородки уже чистым пером начинаем начинаем выполнять обмотку. Как вы видите, достаточно хороший, пышный. Если кто-то захочет, допустим, повторить, но у него нет вот такого пера, которое я не выбрасываю, спокойно можно это изготовить из меха кролика. И теперь поднимаем остатки нашего пера вверх, подхватываем и самое важное теперь очень-очень аккуратно, для того, чтобы не образовалось здесь у нас жабо, мы на нить нанесем капельку клея и выполним здесь завершающий узел. Вот, друзья мои, и все. Теперь нам остается только лишь взять вот наш любимый инструмент, как я его называю, зубную щетку, и аккуратненько, аккуратненько подчесать. Как вы видите, перо у нас не выдирается, достаточно крепко и хорошо сидит в нашем стримере. пробуйте, экспериментируйте, желательно забрасывать сразу с поводком, потому что щука вот такую пуховочку не пропускает. Если изготавливать ее, как я уже говорил, на 10-12 номере, то спокойно можно ловить и белую рыбу. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч, друзья!